Всем добрый вечер, группа Александра Невский. Сегодня покажем один из вариантов защиты от захвата за поезд. То есть вот есть такой плохой бросок для меня, когда я проигрываю захват за поезд, и здесь у меня очень много вариантов куда улететь. И оттуда очень тяжело уже что-то делать. Чтобы от этого броска не улететь, нужно чуть-чуть опередить противника и, как вариант, сделать переднюю подсечку с падением. То есть зная, что партнер будет, противник будет меня вот той рукой атаковать за поезд, я должен что-то поставить, на какой-то момент должен поставить здесь ему преграду. Вот он начнет там обходить мою руку, да, вот отсюда. Что я оттуда делаю? Придержал на секундочку и поймал момент, когда он тянется, я ослабеваю захват, расслабляюсь, ухожу вниз и делаю переднюю подсечку правую с падением. То есть движение вот такое. И выхожу на контроль. Сейчас нескольких сделаем подвески. Здесь несколько вариантов. Можно поймать первым темпом, только я знаю, чтобы поездка я сразу отсюда делаю. Или тормознуть. То есть я тормознул, его на секунду тормознул, да, а потом жду момент, когда он тянется. И опять же, расслабляю. То есть я расслабился и ушел вниз, его провалил. Фактически я провалил его. Он тянется, пытается дотянуться. Вот сейчас он дотянет тоже. Дотянет, дотянет. Как здесь поделать подсечку лучше? Вот со спинами снимать. То есть, если ошибка, ошибка вот такая. Садятся, ты начинаешь вот отсюда. Ну, чтобы считать. Нет, движение как будто вот туда. Только с падением. То есть это тянется. Я вот движение вот сюда. Движение очень эффективное. Простое. Тут только надо, чтобы партнер на отработке не травмировался плечом. То есть надо аккуратненько начинать работать. Потому что необычное падение. И может травма быть, если партнер не готов к таким необычным падениям. Всем удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok